Всем доброго времени суток! Всем привет! С вами Александр и Ната. Хотим поделиться с вами новостями и ближайшими планами. И даже не очень ближайшими, но тоже планами. Но самое главное, что у нас 8 августа выходит Hellblade. И мы собираемся проходить эту игру. Будет она у нас вторым прохождением. Соответственно, как выйдет, так мы и начнем. Игрушка обещает быть очень интересной. И атмосферной. Прям вот, как мы любим. Я пока заставку делала, прям вся аж. Ох, ах, ох. Думаю, ничего себе, там брутальности понавезли. Далее у нас месяц вообще ожидается достаточно насыщенным. И не только этот, но и следующий. 23 августа выходит Uncharted The Lost Legacy. Это продолжение. Или не продолжение, а точнее, это будет рассказана историю за Хлою. Это продолжение как бы называли DLC, но на DLC оно слабо тянет. Я так поняла, что оно достаточно большое будет. Да, оно выходит полноценно отдельной игрой и, судя по всему, будет немаленьким. Выходит оно 23 августа. Или я говорил уже. Ну, не важно, еще раз скажу. Вот. То есть, как бы, успеваем мы к этому моменту пройти Хеллблейд или не успеваем, без понятия. И как оно будет, то есть, начнем ли мы сразу или будем там сначала проходить Хеллблейд, тоже пока сказать нет возможности просто. Будем уже ориентироваться, когда Uncharted выйдет. На самом деле, в ближайшее время будет просто караул по выходящим проектам. Да, да, да. Вернее сказать, даже по плотности выходящих проектов. Там получается, что дальше у нас выходит 10 октября Middle Earth Shadow of War, в которую мы тоже очень хотим, естественно, поиграть. И опять же, она у нас, получается, накладывается либо на Хеллблейд, который не успеет к тому моменту закончиться, либо на Uncharted, который тоже вряд ли успеет к этому моменту закончиться. А может и успеет все это закончиться, сложно сказать. Но это, короче, одна из тех игр, которые мы хотим пройти. А потом выходит новый Ассасин. Не потом. Не потом еще что-то там? Не потом. Да, потом у нас 24 октября должна выйти Destiny 2, которая будет на ПК, которая будет распространяться через Blizzard. И там обещают русский язык полностью, то есть текст, озвучка, все это будет. Естественно, там будет кооператив, потому что она мультиплеерная. И как бы имея опыт игры в первой Destiny, мне кажется, что это будет очень неплохая игра, которую в кооперативы нам надо обязательно поиграть. Я ничего по этому поводу не знаю, поэтому по факту будем смотреть. Саша говорит, надо. Ну, раз надо, так надо. Ну, хотелось бы, хотелось бы. Кооперативу, потому что у нас в ближайших планах особо нет, и вот эта новинка была бы очень в тему, как мне кажется. Но опять же, получается, что 24 октября, как все успеть, непонятно. И дальше, буквально через несколько дней, 27 октября, выходит Assassin's Creed Origins, который, естественно, тоже надо проходить. Как это все успеть, не знаю вообще. Видимо, что-то будет все-таки откладываться, что-то будет выбираться на прохождение, а потом уже будем подбирать хвосты потихоньку. Что именно будет сразу проходиться, я еще раз повторяю, мы не знаем. Хочется все. Да, будем ориентироваться уже по факту. Вот, вроде как, более-менее с планами мы закончили. А, ну еще можно сказать, что в Ведьмаке 2 мы начали прохождение ветки Йорвита. Как только мы ее заканчиваем, то планируем начинать Ведьмака 3. То есть, получается, осталось уже не так много. Но, учитывая весь этот завал с новинками, тоже сейчас сложно сказать. Может быть, есть смысл сдвинуть 3-го Ведьмака немножко на какую-нибудь игру, допустим. На одну, там, на две. Сложно сказать, мы будем решать уже по факту. Да. Будем смотреть, когда Ведьмак закончится, будем смотреть, как там подкопится по играм, по выходящим. Ну, уже на тот момент будем выбирать. Да, да, да. Ну и еще достаточно приятная новость, наверное, для многих. Попробуем все же возродить стримы. Но мы просто решили для себя, что не будем теперь пытаться подгадать именно такой удачный момент, чтобы вот все прям все как надо. И Наташа свободна, и я свободен, и начать стримить. Буду на копилке периодически стримить просто без Наташи, когда у меня есть время, допустим, а у нее нет. Ну, естественно, там подписывается, есть я или нет меня. Вернее сказать, если меня нет, то подписывается. Если есть, то это само собой разумеющееся. Да, да, да. Так что, если кому интересно, вы подписывайтесь, чтобы следить. Объявлений как таковых особо не планируется именно на стримы, где будут только я или там Наташа будет где-то за кадром совершенно. Потому что, ну, смысла нет. Основная аудитория, естественно, хочет видеть и меня, и Наташу вместе. А если мы соберемся стримить именно вместе, то мы обязательно сделаем об этом сообщение на Ютубе, видео какое-нибудь небольшое зальем и в ВКонтакте, и там в Твиттере запостим. Ну, в общем, по полной программе заранее. А если только я, то, скорее всего, уведомления, если будут, то там буквально за часик, может быть, за два часика. Ну, опять же, сложно сказать. Допустим, если у нас возникнет такая ситуация, что мы можем вот прямо вот сейчас, и есть желание, то заранее как бы все равно не получится предупредить. Поэтому все-таки лучше всего быть подписанным на канал. Позаботьтесь об этом заранее, чтобы потом не переживать, что вы что-то пропустили там, и приходится смотреть записи. Да. Кстати, первый, так сказать, пробный стрим за несколько лет состоялся. Это буквально вот недавно. Мы с ребятами поиграли там в Rocket League, и потом еще поиграли в Armello. Приглашали причем желающих, кто хотел играть в ту же Rocket League. Да-да-да. Я вполне себе допускаю даже и со мной, в общем-то, неформатные какие-то стримы, без предупреждения заранее. Ну, допустим, тоже Диаболу побегать там для себя вот именно. Не так, что прям вот официально там мы проходим и так далее. А так вот можно поболтать, чай попить там, поболтать с вами там, еще что-то. А, ну и, кстати, еще не бойтесь, если вы пропустили стрим. Во-первых, на самом Твиче стрим будет висеть где-то пару недель, насколько я помню. Можно будет успеть посмотреть. Даже если у вас не было возможности на Твиче посмотреть в течение этих двух недель, мы все равно через несколько дней буквально будем перезаливать все стримы к нам на канал. И тоже помечать буду просто, что без Наташи, или, соответственно, если там нет никакой пометки, что без Наташи, значит, это было с Наташей. Ну и все. В заключении хочу напомнить, что у нас есть группа в ВКонтакте, где мы делимся последними новостями, где репостятся все видео, которые постятся на Ютубе. У нас есть аккаунт в Твиттере. У нас есть сервер в Дискорде. Это такая чат-программа, которая есть фактически на всех платформах, начиная от мобилок, заканчивая браузером, где можно общаться в различных комнатах, пользоваться голосовой связью. Скоро они даже добавят видеозвонки, расшаривание экрана, как в Скайпе. Ну это так, к слову просто. Все ссылочки, соответственно, указаны под видео. Они есть вообще под всеми видео, по-моему. Они есть у нас в описании канала. Ссылка на Твитч, кстати, тоже указана, как и под видео, так и в описании канала. Так что все есть. Кому что интересно, заходите там, подписывайтесь, подключайтесь. На этом вроде бы все. Оставайтесь с нами и увидимся. Всем пока. Всем пока.